Шалом, мои дорогие друзья! От всей души поздравляю нас всех с праздником Пейса, днями, избавления нашего народа из рабства и обретения свободы, во время которого возник наш народ. С другой стороны, он таит в себе веру в окончательное избавление в будущем. Избавление из Египта, дорогие друзья, сопровождалось явными чудесами, которые противоречили законам природы. Однако, если глубже посмотреть, то можно увидеть, что естественный ход вещей, дорогие друзья, является чередой маленьких, а иногда и более крупных чудес, которые мы, к сожалению, не замечаем. Празднуя праздник Пейсак, дорогие друзья, мы должны помнить, что этот праздник в первую очередь обращен в будущее на наших детей, дети. Это главная составляющая пасхального седера. Все начинается с вопросов, которые они и задают. Пасхальная года начинается с четырех вопросов. В начале седера дети и вся семья торжественно спрашивают. Мы вынуждаем их четыре раза задавать один и тот же вопрос и отвечаем на него по-разному. В ашкенадском варианте Агады первый вопрос касается самой важной заповеди этой ночи. Почему во все другие ночи мы едим квасной хлеб или мацу, а в эту ночь только мацу? Ответом на второй вопрос, почему во все другие ночи мы едим всякую зелень, а в эту ночь горькую, дорогие друзья, является вторая по важности заповедь. Съедание марора установлено мудрецами во время изгнания. Четвертый и последний вопрос касается еще одной важной заповеди. Причины того, почему мы сидим облокотившись во время трапезы. Но между вторым и четвертым вопросом есть еще один, гораздо менее важный. Почему во все ночи мы ничего не обмакиваем ни разу, а в эту ночь два раза? Дети хотят узнать, что стоит за странным обмакиванием, окунать карпас в соленую воду и обмакивать марор в хоросите. Но обмакивание это просто обычай народа Израиля. Это не заповедь, данная Торой или установленная мудрецами. Те, кто этого не сделал, не отменяют ни одного из основных принципов Седера. И поэтому очень трудно понять, почему именно этот вопрос поставлен раньше гораздо более важного. В манере полусидеть, как свободные люди во время Седера. Так, чтобы было уместно отложить его на последнее место. Казалось бы, зачем соединять обучение с трапезой? Когда мы хотим обучать детей, главное это показать им живой пример. К сожалению, некоторые родители ограничиваются дидактической, так сказать, проповедью. В то время, как сами далеко не всегда живут. Про что они говорят, правильно? По сути, они требуют от детей, делая так, как я говорю, а не так, как я делаю. Но дети, это существа чистые. Они особо чувствуют любое лицемерие, любое несоответствие между словом и делом. Единственный путь дать подрастающему поколению правильное воспитание. Это показать, что те ценности, которым мы их обучаем, являются главными и для нас самих. Именно это мы делаем во время Седера. В молитве «Шма Исраэль», которую мы читаем ежедневно, вначале говорится, что надо любить Всевышнего всем сердцем. И лишь после этого провозглашается необходимость заниматься воспитанием детей. В этом, дорогие друзья, заключен очень важный урок. Только если мы действительно любим Всевышнего, то мы сумеем передать эту любовь нашим детям. Пасхальный Седер построен так, чтобы мы не просто рассказываем детям некую виртуальную историю из прошлого, но как бы сами переживаем исход из Египта, выход из рабства на свободу. Только когда это переживание проходит через нашу душу, мы вправе ожидать, что оно будет в полной мере воспринято и нашими детьми. Желаю всем нам, дорогие друзья, чтобы Песах этот праздник нашего избавления стал радостью не только для нас, но и для всех наших детей в мире, которые соберутся в этот день за столом Седера. Мы должны сделать максимум для того, чтобы все наши дети пришли на Седер, встретили этот праздник вместе с нами. Тогда и только тогда мы сможем быть уверены, что будущее нашего народа обеспечено, что мы выполним те задачи, ради которых Всевышний избрал нас. Достижение этой цели и есть главный смысл праздника Песах. Веселого и кошерного праздника Песаха всем нам. Будьте здоровы. Мир во всем мире. Всего самого доброго. Ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok